Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Власий Сергеев. Бокс из программы следующих Олимпийских игр 2020 года не уберут. Такое мнение в интервью нашему корреспонденту высказал супервайзер Международной ассоциации любительского бокса Сергей Бердник. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, скорее всего, высказался по этому поводу на эмоциях, сказал он. Причина – отстранение должности экс-руководителя Аиба Чин Ко Ву, который входил в исполком МОКа. Еще в конце прошлого года Ву оказался в центре финансовых и дисциплинарных скандалов, связанных с управлением ассоциации, в том числе растратой средств. Сперва его отстранили временно, но позже он сам добровольно подал в отставку. По мнению Бердника, бокс в любом случае останется в программе Олимпиады, так как является одним из самых востребованных видов спорта. Я никогда не поверю, что его исключат из олимпийского вида спорта, когда идет бокс, в принципе, когда идет бум женского бокса. Вы посмотрите, какое идет развитие женского бокса, какое желание у девочек заниматься этим видом спорта и у зрителя приходить на эти соревнования. Я не верю. Это просто сказано было в горячах. Не удалят его никогда с олимпийских игр. Победная серия длиною в полтора года. Российская легкоатлетка Лосицкене выиграла 37-й турнир подряд. Об этом сообщает ТАСС. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Лосицкене стала победительницей международного турнира в помещении, который проходит в шотландском городе Глазго. 25-летняя россиянка, выступающая под нейтральным флагом, преодолела планку в 1 метр и 95 сантиметров. Второе соревнование завершила британка Морган Лейк с результатом 1 метр и 92 сантиметра. Тройку призеров замкнула представительница Сент-Люси Леверен Спенсер. Ее результат 1 метр и 88 сантиметров. Таким образом, Мария Лосицкене одержала 37-ю победу подряд. Ее серия длится с 1 июля 2016 года. Следующим турниром для российской легкоатлетки станет зимний чемпионат мира в закрытых помещениях, который пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта текущего года. Российские баскетболисты переиграли сборную Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Sportbox.ru. Команда России в четвертом туре квалификации к чемпионату мира одержала победу над боснийцами. Игра, проходившая в Перми, завершилась со счетом 70-53 в пользу подопечных Сергея Базаревича. Самым результативным игроком в составе россиян стал Виталий Фридзон. Капитан нашей команды набрал 16 очков и совершил 8 подборов. У боснийцев больше всех забил молодой атакующий защитник Джанан Муса. В его активе 26 баллов. После этой победы сборная России вышла на второе место группы Е, обойдя боснийцев. В активе у россиян после четырех туров квалификации 6 очков. В квартете нашей команды продолжают лидировать французские баскетболисты, которые одержали 4 победы в 4 встречах. В следующем матче отборочного турнира сборная России сыграет на выезде против команды Бельгии. Чемпионат мира по баскетболу стартует в следующем году в Китае. До старта чемпионата мира по футболу в России осталось 4,5 месяца. В городах, принимающих мундиаль, полным ходом идет завершающая фаза подготовки. Финальная часть чемпионата пройдет в 11 городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге. О том, как в культурной столице готовиться к главному футбольному старту четырехлетия, расскажут наши коллеги. Петербург уже пять лет находится в ожидании мирового события. Чтобы соответствовать высоким стандартам FIFA, проведена масштабная работа по модернизации городской инфраструктуры. Самым крупным объектом к предстоящим играм стал спортивно-развлекательный комплекс «Стадион Санкт-Петербург». Во время Дней Якутии в Санкт-Петербурге в Смольном со стороны города организатора делегации республики было предложено сотрудничество в сфере волонтерской программы «Игр». Те задачи, которые мы с коллегами планируем поставить себе на 2018 год, это очные отборы. Мы готовы для вас организовать их в формате скайп-совещания. По взаимодействию в сфере волонтерства мы принимаем ваше предложение и начнем подготовку волонтеров для чемпионата мира по футболу. По числу заявок от кандидатов волонтерская компания в России оказалась рекордной в истории чемпионатов мира по футболу FIFA. Стать волонтерами уже захотели более 180 тысяч человек. Среди желающих также есть и якутяне. Футбол для меня просто вид спорта. Я как-то не очень понимаю, но это не преграда для того, чтобы участвовать в программе волонтерской. Для того, чтобы стать волонтером чемпионата мира по футболу, нужно заполнить заявку на сайте. Кандидатов проверяют на соответствие возрасту, а также тестируют их личностные качества. При заполнении заявления нужно было указать свой уровень владения английским языком. Я думаю, что это такой определяющий фактор. Я учусь на лингвистопереводчика, так что надеюсь, что меня возьмут. Волонтеры будут и координировать действия делегаций, сопровождать иностранных гостей и многое-многое другое. В целом работа добровольцев будет широкой направленности. Организаторы гарантируют возмещение проезда до объекта и обратно, обеспечение горячим питанием и униформой. Получается, сессия будет как раз-таки в это время, в конце июня, в начале июля. Попробую что-нибудь решить к тому времени. Чтобы все было готово к прибытию первых гостей, волонтеры приступят к своим обязанностям уже 10 мая 2018 года. Волонтерство занимает много времени и сил, но вместе с тем оно дает новые знания, опыт и яркие эмоции. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Подготовка к чемпионату мира по футболу продолжается, а вот в мини-футболе соревнования идут полным ходом. Алмаз после выезда в Казань сохранил лидерство в таблице, а Заря благодаря победе в Москве вышла на восьмое место. Якутские мини-футбольные клубы провели очередные встречи первенства высшей лиги России. Мирненцы в гостях у Ядрана сыграли два матча. В первой игре, несмотря на хэт-трик Дениса Целюха, якутские футболисты уступили со счетом 3-5. Зато во второй встрече бомбардирские навыки лидера атак мирненцев принесли свои плоды. Четыре результативных удара Целюха помогли его клубу выиграть с крупным счетом 2-8. Алмаз после этого выезда имеет в активе 46 очков и по-прежнему лидирует в таблице. Однако у Спартака, идущего следом, имеется матч в запасе. Заря также набрала три очка в выездной встрече с московским клубом «Красная гвардия». Несмотря на то, что финальный свисток зафиксировал счет 3-1, в этой игре забивали только подопечные Олега Марченко. За якутян отличились Яник Самплей, Алексей Костенко, Максим Фролов и автогол на счету Евгения Седова. В следующем туре Алмаз встретится с Олег с фаворитом, а Заря сойдется со Спартаком. Это были новости спорта. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok